Говорит Черкесск Здравствуйте! У Марти Киев с блоком новостей. И вот что главное сегодня. Правительство страны увеличило список заболеваний, при которых дети и их сопровождающие смогут бесплатно добраться к месту лечения и обратно. 42 единицы специализированного автотранспорта пополнили автопарк социально значимых учреждений Карачаевой Черкесии. Курорт Архез откроет горнолыжный сезон единовременным запуском южного и северного склонов. На территории Карачаевой Черкесии с 14 ноября по 14 декабря проходит месяц по безопасности дорожного движения. Далее об этих и других темах подробнее. 42 единицы специализированного автотранспорта пополнили автопарк социально значимых учреждений Карачаевой Черкесии. Ключи от автотранспорта руководителям ведомств вручил глава региона Рашид Тимрезов. В школы республики отправились 19 школьных автобусов. При этом приоритет отдавался отдаленным населенным пунктам. 22 кариты скорой помощи отправились во все муниципальные образования республики. Новым пассажирским автобусом повышенного класса комфортности «Хайгер», рассчитанным на 51 место, обзавелся и Республиканский черкесский драматический театр имени Мухарбека Акова. Автобус получен в рамках реализации мероприятий Государственной программы России развития культуры и партийного проекта «Театры малых городов», федерального партийного проекта «Культура малой Родины», Всероссийской политической партии «Единая Россия». Подробности сообщил министр культуры республики Зурапа Гербов. В этом году наши все театры, наши ансамбли подготовили отличную программу, посвященную столетию. Теперь, благодаря такому транспорту, но и благодаря предыдущим автобусам, которые у нас есть, и 19-местные поменьше, у нас теперь есть отличная возможность полностью покрыть нашу республику, прежде всего, дома культуры в селе, а также соседние регионы, столицы и более далекие края нашей культурной работы. Что показать у нас есть, теперь, благодаря такой поддержке, мы активно будем гастролировать. Поэтому, конечно, спасибо проекту. Все двери теперь открыты нашим артистам. Состоялась рабочая поездка заместителя председателя правительства республики Евгения Гордиенко и министра строительства ЖКХ Карачаево-Черкесии Рената Семенова в Карачаевский городской округ. Вместе с исполняющими обязанности директора «Газпром» Межрегионгаз Черкесск Олегом Дергачевым проинспектировали инфраструктурные и строительные объекты, расположенные на территории Тиберды и Домбае. Это две котельные в Тиберде. В соответствии с намеченным сроком, центральная котельная города будет запущена уже до конца текущего года, а вторая – в начале следующего. Представители власти осмотрели и центральную модульную котельную в Домбае. Ее ввод в строй планируется в следующем году. Готовность горнолыжных курортов Карачаево-Черкесии, обновление туристической инфраструктуры и спектр предоставляемых услуг обсудили в рамках пресс-конференции, прошедшей на базе информационного агентства ТАСС. Предстоящий зимний туристический сезон на Северном Кавказе в рамках глобального бренда «Кавказ Гран-Туризма» обсудили руководители отраслевых ведомств макрорегиона. Республика эффективно реализует мощный потенциал социально-экономического развития в сфере индустрии гостеприимства. И надо отметить, что показатели у нас стабильно ежегодно растут на 15%. Отметил в ходе пресс-конференции министр туризма и курортов Карачаево-Черкесии Расул Тикеев. Я бы хотел коротко рассказать о туристическом потоке в регион. Так, за 2021 год у нас туристический поток 1,749,000 туристических прибытий, а вот 9 месяцев уже 1,612,000. Донбай представляет современную инфраструктуру, которая на сегодняшний день есть. На территории размещено более 100 отелей. Это порядка 7,5 тысяч мест размещения единовременного, 25 километров современных горнолыжных трасс разного уровня сложностей. В ТРК Архыс молодой курорт, который вот уже за 8 лет увеличил турпоток в 7 раз. И сегодня турпоток в Архыс по итогам 2021 года, это почти 800 тысяч туристических прибытий. Также доступны 27 километров современных горнолыжных трасс различного уровня сложностей. Это порядка на самом ТРК Архыс 2 тысяч мест размещения, и в одноименном поселке Архыс это более 4 тысяч мест размещения. Правительство России увеличило список заболеваний, при которых дети и их сопровождающие смогут бесплатно добраться к месту лечения и обратно. Такая возможность появится у детей инвалидов с ангологическими, гематологическими и иммунологическими заболеваниями, а также хронической почечной недостаточностью. Решение коснется детей с инвалидностью, проходящих противоопухолевую и иммуномодулирующую терапию или находящиеся на гемодиализе. Оно также будет распространяться на их родителей и сопровождающих. Бесплатный авиаперелет будет предоставляться в случае, если дорога к месту лечения на железнодорожном транспорте занимает более 12 часов или составляет более 1 тысячи километров. 18 ноября этого года во многих регионах и городах нашей страны будет проходить всероссийская акция «День правовой помощи детям», приуроченная к празднованию Всемирного дня ребенка, который отмечается 20 ноября. Подробности сообщила главный специалист-эксперт отдела по контролю и надзору в сфере адвокатуры нотариата государственной регистрации актов гражданского состояния управления Миниуста по Карачаево-Черкесии Елена Сивицкая. Это день повышения правовой грамотности в области защиты прав и законных интересов каждого ребенка. Министерство юстиции России и его территориальные органы выступают организаторами, проводимых в его рамках массовых мероприятий. В большинстве случаев дети не могут и не знают, куда обращаться со своей защитой. Поэтому основная задача проведения Всероссийского дня правовой помощи детям, это правовая помощь детям-сиротам и детям, находившимся в трудной жизненной ситуации, а также широкое информирование граждан о возможностях системы бесплатной юридической помощи. Мероприятия будут проведены федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации в взаимодействии с органами государственной власти Карачаево-Черкесской Республики при участии некоммерческих организаций, занятых в сфере работы с детьми-сиротами и поддержки приемных детей. Адреса и время работы пунктов оказания бесплатной юридической помощи указаны на сайте Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Карачаево-Черкесской Республике. В Карачаево-Черкесии продолжается уборка урожая и севозимых зерновых культур. По данным регионального Минсельхоза в сельхозпредприятиях Республики обмолочено зерновых колоссовых и зернобобовых культур на площади почти 41 тысяча гектаров. Намолочено более 111 тысяч тонн зерна. В частности, намолочено кукурузы на зерно 59 тысяч тонн, накопано картофеля более 21 тысяч тонн, подсолнечника 19 тысяч, сахарной свеклы 42 тонны. Кроме того, заготовлено 357 с половиной тысяч тонн сена севозимых зерновых, выполнено на площади 855 гектаров. Уже в следующем году в селе Красный Восток Малокарачаевского района соберут первый урожай с фундуковой плантации, где высажено около 10 тысяч саженцев сорта трапезонт. Деревца были завезены из Крыма. Работы по посадке начались еще в 2017 году, а в 2023 фермеры намерены собрать первый урожай. Сад позволит не только обеспечить республику полезными плодами, но и также посадочным материалом, так как фундук активно дает прикорневую поросль и поэтому может стать источником посадочного материала для многих хозяйств республики. По предварительным данным, с одного гектара планируют собрать до одной тонны плодов. В Карачаево-Черкесской республике после претензий Росельхознадзора устранили незаконную свалку в 9 тысяч квадратных метров. Информацию комментирует заместитель начальника отдела Государственного земельного надзора Северокавказского межрегионального управления Росельхознадзора Светлана Никулина. Северокавказское межрегиональное управление Росельхознадзора зафиксировало ликвидацию несанкционированной свалки на плодородных землях недалеко от города Уждегуты в водоохранной зоне Большого Ставропольского канала. Свалка была обнаружена еще в августе. Земельный участок не использовался по назначению, а служил местом размещения строительного мусора. Общая площадь пострадавших земель составила 9 тысяч квадратных метров. Собственнику земельного участка местной жительнице было объявлено предостережение. Владелец участка провела работы по очистке, о чем в октябре сообщила в управлении Росельхознадзора. Управлением Росельхознадзора при повторном обследовании поступившая информация была подтверждена. Нарушенная часть земельного участка приведена в состояние, пригодное для ведения сельскохозяйственного производства. Совсем скоро в Карачаевске завершатся работы по благоустройству общественной территории, которую все в городе называют «зеленым островом». Предполагается, что он станет новым местом притяжения для местных любителей активного отдыха. О планах по развитию территории рассказал помощник мэра Карачаевского городского округа Руслан Курджеев. На сегодняшний день это будет площадь более пяти гектаров земли, как бы облагоустроена, облагорожена. И я думаю, как бы места хватит всем для прогулок, еще раз повторюсь. И в принципе люди будут довольны. Работы проводятся с лета. К концу месяца уже планируем завершать. Сейчас уже где-то процента 85 завершено. Остается облагораживание территории и как бы будет уже скоро финал. На территории Карачаева Черкесии с 14 ноября по 14 декабря проходит месяц по безопасности дорожного движения. По итогам прошедших 10 месяцев в республике отмечается рост трех основных показателей аварийности. В частности, по количеству ДТП почти на 20%, по числу погибших на 44% и раненых на чуть более 22%. О том, какие мероприятия будут проводиться в республиканской столице, рассказал инспектор направления по пропаганде отдела ГИБДД МВД по городу Черкесску майор полиции Руслан Каблахов. В ходе данного мероприятия сотрудники ДПС и ОГИБДД по городу Черкесску будут проводиться мероприятия, направленные на безопасность дорожного движения. То есть беседы в школах, беседы с преподавательскими коллективами, будут проводиться родительские собрания. Наряды будут приближены к очагам аварийности. На курорте Архес впервые единовременно запустят оба горнолыжных склона. Сейчас здесь работают системы искусственного снегообразования. Полным ходом идет подготовка горнолыжных трасс. Четырех на северном склоне, двух в поселке Романтик и одной на Лунной поляне. По предварительным прогнозам в начале декабря уже начнется сезон. Все канатные дороги и техника прошли необходимое обслуживание и обеспечены запасом нужных комплектующих. Кроме того, к Черной пятнице курорт подготовил предложение, благодаря которому даже в Новый год туристы смогут кататься экономнее, чем в прошлогодние зимние каникулы. С 15 по 30 ноября на популярные тарифы действует скидка 15%. По сообщению синоптиков, сегодня по республике ожидается переменная облачность. Местами небольшие осадки, дождь, ветер южный 5-10 метров в секунду, в горах порывы 11-14 метров в секунду. Температура воздуха плюс 12-17 градусов, в горах местами до плюс 9. В Черкесске без существенных осадков ветер южный 5-10 метров в секунду, а столбик термометра поднимется до 15 градусов. Субтитры предоставил DimaTorzok